В результате российской ночной атаки в Киевской области повреждены инфраструктурный объект, школа, детсад, учебно-реабилитационный центр и восемь жилых домов. Об этом сообщили областные власти. Жертв и пострадавших нет. Ранее воздушные силы ВСУ сообщили, что минувшей ночью Россия запустила по Киевской области 33 дрона-камикадзе, 26 из которых удалось уничтожить. Двое сотрудников иностранной гуманитарной миссии Road to Relief погибли в Украине. Как сообщается в Инстаграме организации, автомобиль, в котором находились четыре человека, ехал из Славянска в направлении Бахмута и подвергся нападению со стороны российских войск. Испанская газета El Mundo пишет, что в результате обстрела погибла 32-летняя испанка. Второй погибший – волонтёр из Канады. Председатель Объединённого комитета начальников штабов США генерал Марк Милле заявил, что погодные условия позволят ВСУ вести наступление ещё в течение 30-45 дней. «Украинцы добились очень устойчивого прогресса и последовательно продвигаются. Ещё остаётся достаточно времени, возможно, около 30-45 дней. Так что эта битва не закончена. Пока рано говорить о том, чем всё это закончится. По крайней мере, украинцы добились частичного успеха в том, что намеревали сделать. И это важно. А потом начнётся похолодание. Пойдут дожди. Станет очень грязно. И в этот момент будет очень трудно маневрировать». По словам Милле, пока рано оценивать, провалилось ли это контрнаступление или нет. Но он признал, что ВСУ продвигаются вперёд медленнее, чем ожидалось. В то же время в ходе встречи Ялтинской европейской стратегии глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что украинское контрнаступление не остановится с приходом плохой погоды. «Боевые действия будут продолжаться так или иначе. А к вопросу, могут ли вообще происходить боевые действия, когда начинается условный сезон дождей. Хочу сделать маленькое отступление. У нас же тут не Африка. И сезона дождей у нас тут нет. Да, есть изменения погоды. И понятно, что в холоде, сырости и грязи воевать тяжелее». Глава военной разведки признал, что контрнаступление, которое ведётся по нескольким направлениям, продвигается медленнее, чем хотелось бы. Но оно будет продолжаться и дальше. Он охарактеризовал ситуацию на фронте как сложную. В числе сдерживающих факторов Буданов назвал большое количество мин, а также атаки дронов-камикадзе. Ряд военных аналитиков, в том числе и Галь Левин, считают, что расхождение в оценках и прогнозировании событий на театре военных действий между украинскими и западными военными и аналитиками связаны с тем, что Украина получает уникальный боевой опыт на поле боя, которого нет на Западе. «Есть такое мнение, позиция, но такое ложное во многом, что НАТО и так далее, такие стандарты мировые, которые в всём разбираются в военном. И действительно так, это высокие стандарты. То есть сегодня, если мы там поищем, военная школа НАТО и западная, она будет выше, чем, скажем, китайская и так далее. Но это не значит, что у них есть ответы на все вопросы. И самое главное, у них нет такого опыта. Потому что есть отдельно грамотность военная, а есть отдельно непосредственно живой боевой военный опыт. Живой боевой опыт есть только у украинцев сегодня такого вот масштаба». По мнению Игаля Левина, у нынешней войны нет аналогов. И оценивать скорость контрнаступления вообще нельзя. «То есть это не проблема именно украинцев, потому что они какие-то неправильные, не умеют воевать. А итальянская, немецкая, американская армия столкнулись бы с какими же проблемами, если бы в таких же условиях были. Американцы, как бы хорошо говорить, у них тысяча самолетов. А поэтому мы не можем говорить о том, что темп был низкий. Ни в коем случае. Наоборот, Украина сейчас задаёт стандарты». Главное управление разведки Минобороны Украины обнародовало свои оценки численности российских войск на оккупированных территориях Украины. «Россия сосредоточила на наших временно оккупированных территориях и Крымском полуострове более 420 тысяч военнослужащих. Это, если не считать Росгвардию, другие структуры, специальные подразделения, силовые структуры России, которые обеспечивают оккупационные власти на наших территориях». Временного поверенного в делах посольства РФ в Бухаресте вызвали в МИД Румынии в связи с тем, что на румынской территории накануне 9 сентября второй раз за неделю были обнаружены обломки дрона «схожего с теми, которые используют ВС РФ». Румынская сторона выразила протест в связи с нарушением воздушного пространства страны. От российской стороны потребовали «прекратить атаки против украинского населения и инфраструктуры, в том числе те, которые угрожают любым образом безопасности румынских граждан в регионе». Напомним, Миноборона РФ с середины июля начала обстреливать юг Украины после того, как российские власти вышли из зерновой сделки. Часто целями российских ударов становятся порты Измаил и Рени, расположенные в Одесской области вблизи границы с Румынией. В свою очередь, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал российские атаки в приграничной зоне дестабилизирующими, но в то же время подчеркнул, что нет никаких признаков того, что целью Москвы были государства НАТО.